Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Анапа стала культурной столицей края. В Джигинке завершилось строительство стационара. 85-летний юбилей. Есть, что вспомнить и рассказать внукам. Культурной и одновременно образовательной столицей Кубани стала Анапа в эти дни. Со всего края к нам съехались люди творческих профессий на обучающий семинар, руководители учреждений культуры и искусства. От имени губернатора Кубани участников семинара поприветствовала министр культуры края Виктория Лапина. Виктория Юрьевна подчеркнула роль нравственного воспитания в обществе. «Можно зарабатывать много денег, иметь много инвесторов, но если не будет сильного поколения подрастающего, которого формируете вы, умного, воспитанного, доброго, то ничего хорошего ни для края, ни для России не будет». С благодарностью за теплый прием Виктория Юрьевна обратилась к мэру Анапы Сергею Сергееву. Деловую программу открыл краткий доклад Сергея Павловича о состоянии отрасли культуры в нашем городе. «Ежегодно мы увеличиваем бюджет отрасли культуры. На сегодняшний день в сравнении с 2013 годом он вырос на 71,5 миллионов рублей. И по данным на 1 сентября текущего года составил 378 миллионов 479 тысяч рублей. Это 8,8% от всей доходной части бюджета города-курорта Анапы». Цифры можно приводить разные, но главное – это стремление детей ступить на творческий путь. В Анапе юных дарований с каждым годом все больше. Три человека на место – таким был конкурс в детскую школу искусств. «Если художественную школу очередь и конкурс составил три человека на место, я считаю, что до будущего нового учебного у меня есть, как у главы, обязанность увеличить площадь этой школы. Семинар творческих работников продолжился обсуждением серьезных вопросов. 100 миллионов рублей направит власть Анапы на обеспечение участков для многодетных семей инженерной инфраструктурой. На общегородской планерке глава курорта потребовал не отступать от сметы и сроков проведения работ ни на шаг». Планерное совещание началось с небольшого блока награждений. Почетные грамоты Министерства труда и соцзащиты России за многолетний добросовестный труд вручили Надежде Терентьевой, заместитель руководителя управления соцзащиты Анапы, а также Елене Федотовой, замдиректора Анапского центра социального обслуживания «Радуга». Серьезный вопрос осветила первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Администрация города участвует в краевой программе по обеспечению коммуникациями земли для многодетных. На эти цели нашему городу выделено 50% от всего бюджета программы. «Именно городу-курорту Анапе по данной программе около 100 миллионов рублей, точнее 96 миллионов рублей было выделено краем. При этом 153 земельных участка, предоставленных многодетным, будут обеспечены всеми видами инфраструктуры – дорог, свет, газ и вода». С сегодняшнего дня план график производства работы должен стать настольной книгой для руководителя капстроя. Мэр Анапы предъявил неукоснительное требование – соблюдать качества и сроки. Ольга Борисовна, значит, на контроль используемые материалы. Не надо дороги, новые дороги, для многодетных отсыпать мурой марки 200. Значит, если заложено в смете марка 600, вот на контроль. Светлана Яровая отметила, уже готовятся документы на участие в программе будущего года, чтобы по максимуму обеспечить участки для многодетных и инфраструктурой. За три последних года их выделено свыше 900. Еще одна тема, нисходящая с повестки дня – придорожный сервис и сезонная торговля. Не нужны отчеты, сколько выявлено нарушителей. Нужен результат, требует Сергеев. Сложится он, если уже сегодня сформировать четкие требования к этой сфере – исследовать им. Я еще раз повторяю, я не подпишу постановление о таком количестве нестационарных торговых точек. Предпочтение нашим, предпочтение нашим производителям продукции, а не перекупщикам. И без конфликтной точки, где удобно всем – и отдыхающим, и предпринимателям. 1 октября завершится срок аренды муниципальной земли, выделенной в начале сезона 2015 года под сезонную торговлю и экскурсионки. Поручение муниципальному контролю и управлению имущественных отношений провести сверку и демонтировать все, на что нет договоров. Дневной стационар – прекрасная возможность полноценного лечения людям, состояние которых не требует круглосуточного медицинского наблюдения. В Джигинке ждут с нетерпением его открытия. В октябре 2013-го выездная планерка в селе Джигинка началась именно с этого вопроса. Будет ли у селян возможность получать лечение на месте, а не ездить в Юровку? А в этом джигинцы спросили главу города напрямую. Ответ, который давали Сергееву специалисты о том, что в Джигинке нет помещения под дневной стационар, главу города не устроил. А я даю. Да подождите, вы мне вопросы задаете. Как помещение? Я вам отвечу. Надо будет, построим помещение, если это нужно людям. А вот так сидеть, один рассказывает, что денег на вторую очередь мы не выделили. Я почему говорю, что приехали сюда? Чтобы решать вопросы, в том числе на примере Джигинской сегодня, решать вопросы всего городского округа. Сергеев свое слово сдержал. Нашли и место для стационара, и возможность построить очень уютное и компактное медицинское учреждение. Спасибо нашему главе Сергееву Сергею Павловичу за то, что он нашел спонсора по просьбе наших жителей, которые действительно нуждаются в дневном стационаре. Главный врач Джигинской амбулатории Яна Махмудова – земский доктор. Она с удовольствием показывает новенькое здание. В нем две палаты в общей сложности на четырех пациентов, процедурная и кабинет для медработников. Санузел и техническая комната – все уже сияет чистотой и готовы встретить селян. Когда же это произойдет, интересуются люди. Как пролицензируемся, мы сразу будем открывать. Доведем документацию дома и в бой. И маленькая консультация для тех, кто еще не в курсе, что такое дневной стационар. Это у нас терапевтическая услуга, это все заболевания терапевтические. Ну и, соответственно, их и будем лечить, эти заболевания. Это и сердце, и легкий, желудочно-кишечный тракт. Пока оформляются важные технические и лицензионные документы, вокруг дневного стационара идет озеленение. В нем принять участие Яна Евгеньевна приглашает и самих жителей Джигинки. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают от ларингологи. Казалось бы, работа лор-врача рутинная, не захватывающих открытий, не сенсационных диагнозов. Но врач городской поликлинической больницы Наталья Соколова с этим может поспорить. В ее работе каждый случай нестандартный. Чтобы быть доктором или хотя бы работником медицинского профиля, считает Наталья Соколова, должно быть терпение и трудолюбие. Эти качества и помогли ей стать хорошим практиком после 9 лет работы в гражданской авиации, где все сплошь здоровые приходили люди. Главная сложность в работе даже не в заболеваниях. Пациенты любят лечиться сами и только усложняют процесс. Приходят и прямо говорят, вы мне доктор скажите точный диагноз, а я по интернету себе все назначения сам сделаю и вылечусь. Или приходят уже с осложнениями. Полечились сами, к нам уже пришли, мы уже лечим осложнения. Самолечение, не устает повторять Наталья, опасно для здоровья. Не все капли от насморка одинаково полезны. Многие вызывают привыкание и повышают артериальное давление. Я категорически запрещаю пациентам пользоваться ватными палочками, потому что они ватные не для того, чтобы в ушки лазить ими. Очень часто этими палочками пациенты пробивают себе барабанные переконки, травмируют слуховой проход, вплоть до того, что в ухо смотришь, но вот так все и сцарапано, понимаете, до крови. Особый бич Краснодарского края – аллергические реакции и рениты. Профилактика лучше лечения. Правильная гигиена поможет избежать осложнений. Нос и горло – это органы мишени. То есть они самые такие, которые встречаются со всеми и микробными агентами, и вирусами, и пылевыми частицами. Поэтому орошать нос утро-вечер, как чистить зубы. По секрету Наталья Владимировна рассказала нам, что любимое занятие лора – промывать ушные раковины. Что может быть проще? Убрал серную пробку, и пациент счастлив. А чего только не приходилось повидать в работе. Из уха сколько хочешь извлекали. И тараканов, и моль, и всяких там, ну, этих, как их называют, как-то крылки, в общем, насекомые. Ну, рыбные кости – это, наверное, распространено, это не странно. Детки любят в нос засовывать всякие пуговички, бусинки. Наш курорт часто посещают знаменитые певцы и артисты. Они тоже люди и тоже болеют. И на помощь им спешит Наталья Владимировна. Через ее заботливые руки прошли Зимфира, Григорий Лепс и даже Геннадий Ветров. Чтобы радовать поклонников живым звуком, иногда приходится лечиться прямо перед концертом. Самый первый мой пациент из знаменитых был Стас Пьеха. Я его лечила два раза. В Дилучее тогда еще работала. Стаса Михайлова лечила. Восстанавливая ему два часа, почти полтора часа голос, потому что концерт, у него пропал голос перед концертом. Никто не ушел из зала, все сидели, ждали. Наталья Соколова удивительный человек с неиссякаемой энергией. Успевает и по 40-50 пациентов принять. Лекции студентам про честь, семье внимание уделить и на море каждый вечер. Обязательная программа. И методика лечения у нее особая. Не только лекарства и процедуры, но позитивная энергетика, улыбка и доброта. Специалисты управления муниципального контроля получают десятки обращений от горожан. Одним из таких стала жалоба на собственника земельного участка на Собсевском шоссе. Брошенная земля стала захламленной. Каждое утро жителям и гостям курорта приходилось наблюдать неприятную картину. Всего в нескольких метрах от автобусной остановки на Собсевском шоссе 27 на въезде в город участок обрастал мусором. На прошлой неделе специалисты муниципального контроля нашли собственника данного участка. На него был составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства. Кроме того, его обязали устранить все недочеты. Произведена обрезка кустарников и сухих деревьев. Значит, выполнены все работы по очистке этой данной территории от бросового мусора. Значит, наводится порядок на этой территории. В данное время сейчас эта лесополоса примет нормальный цивильный культурный облик города. Сильный ветер на этом участке дороги уже не в первый раз становился причиной разрывов в энергосети. Поэтому собственникам будет проведена обрезка еще нескольких деревьев, которые представляют угрозу для линий электропередач. Все работы по вырубке уже согласованы с Управлением жилищного коммунального хозяйства. В Анапе начал работу 12-й международный постоянно действующий конгресс экологии и дети. Ведущие отечественные и зарубежные ученые обсуждают проблемы оздоровления молодого поколения. Принимая меры по спасению Черного моря, ученые сделали вывод, что от экологических проблем больше всего страдают дети. Так в 1999 году родился одноименный постоянно действующий конгресс. 12-й конгресс посвящен медико-экологическим и социально-экономическим проблемам экологической оздоровительной системы молодежи. Не случайно он проводится в Анапе, детской здравнице страны. В процессе научных исследований нами были разработаны патогенетические методы лечения, в арсенал которых включались климатопанию, физиотерапевтические методы, сероводоводные, йодобромные, хвойные ванны, иглорефексотерапия, лазерная и мануальная терапия, лечебная физкультура, методы заканивания и физиотерапии. И нужно сказать, что результаты от этих методов, которые нами были разработаны, они показали, что мы на правильном пути. Программа конгресса обширная. Ученые затронули не только медицинские аспекты, но и способы формирования мировоззрения у школьников, особенности механизмов психологической защиты, передовые технологии. Молодежь стала обращать внимание на те проблемы, которые мы выставляем. Это борьба с наркоманией, у нас много примеров есть, борьба с алкоголизмом. Мы достигаем тех результатов, к которым мы стремимся. Среди докладов выступления молодых ученых курорта. По итогам работы конгресса будут внесены дополнения в существующие образовательные и оздоровительные программы. 85 лет отметила ветеран Великой Отечественной войны анапчанка Александра Козуб. С ноткой грусти она вспоминает годы войны, с гордостью рассказывает о заслуженных наградах и с чувством глубокой нежности и огромной любви о своей большой семье. Как и многие ветераны, Александра Козуб не любит рассказывать о войне. Женщина, которая привыкла заботиться о близких людях, чтобы в голодное и непростое время выжить, работала, не покладая рук. Семье Козуб было нелегко. Переехав в Ворениковский район, они начали жизнь с чистого листа. Прожили два дня, ничем не пили, не ели. Уже рады были умереть. Ну, папа нечаянно заметил объявление, дырвовка в совхоз имени Молотова. Они вызвали машину, забрали нас сюда, привезли в совхоз. Я прямо сходу пошла работать. Так и пролетела жизнь. С утра и до ночи трудилась на винограде. Работала с Веньевой и старалась быть впереди, чтобы прокормить детей, поднять их на ноги. Ее работы отметили Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Ленина и Медалью Ветерана Труда. Я рано замуж вышла. И вот это у меня сын старший и меньший в Германии с семьей. И я так все-таки выжила. Выросила эти детей. Спасибо Богу. Дети у меня хорошие. У Александры Степановны действительно большая и дружная семья. Два сына, семь внуков и девять правнуков с удовольствием приезжают к своей любимой и доброй бабушке. Поздравить с юбилеем эту неутомимую женщину приехали и представители администрации курорта. Кубань гордится своими героями. Каждая из вас – личность, пример для подражания. Свою жизнью и делами вы доказали и доказываете безграничную любовь и преданность своему краю и родине. Александр Козуб никогда не сидит на месте. Ее вышивки украшают дома друзей и близких. Такие люди, как Александр Козуб – это настоящий символ эпохи, веры в будущее, патриотизма и трудолюбия. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 прошли финальные краевые соревнования по волейболу в рамках 22-х сельских спортивных игр. Торжественный парад команд – яркое доказательство того, что спорт в Анапе любят все. С каждым годом участников становится все больше. Очень важны такие соревнования, где выявляется потом сильнейший. То есть у команд есть желание показать себя на более высоком уровне. Потому что они сельские команды, ни о чем не говорит. Здесь играют достаточно хорошие спортсмены с большими титулами. И для них это, можно сказать, вторая жизнь в спорте. Поэтому это направление имеет большое значение для массового спорта. По итогам соревнований первое место среди женских команд Удинского района. А среди мужчин золото у команды Северского района. Но победа – не главная цель. Привлечь как можно больше молодежи к здоровому образу жизни – значит уберечь от пагубных привычек. Завершит выпуск прогноз погоды. В среду 30 сентября в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24-25 градусов. Ночью до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров портутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.